По мощности может быть что-то не то. Блин, нифига у него колеса. Они покрашены даже. Вот цвет хаки. Пожалуйста. На букву Г. Но не очень. Телепортируемся. Потому что я проезжал утром, здесь ничего такого не было. Рука болит чуть-чуть. Непонятно, почему болит. Итак, в сегодняшнем видео про людей, с которыми познакомился благодаря инстаграму. Вы правильно слышали. Так, ну что. О чем я говорил? Говорил я о том, что хотел вам представить пару человек, которые... Не которые, а с которыми я познакомился именно благодаря инстаграму. три года назад еще в инстаграме ничего такого, там показуха, типа, на самом деле там, оказывается, можно еще общаться и неплохо. И что, в принципе, у меня получается. И общаюсь, пусть он человек не понимает русский язык, нерусскоязычный. Google Translate, он мне помогает. Я пишу текст на языке, которым я могу. Точнее, на русском и на немецком. И перевожу его, в основном, на английский, на японский, индия, хинди и так далее, и тому подобное. И вот так вот, сколько таких языков корейский, с корейцами общаюсь. Вот с корейцами и с японцами, мне кажется, больше всего. И у нас взаимная любовь, это, соответственно, он. Короче, потому что, как известно, в Японии, они, конечно, могут все делать, но они это все глушат. По мощности, может быть, что-то не то, как у нас здесь, в Европе или в России. И всегда интересно. Я частенько такое встречал, когда старый мопед какой-нибудь японский, количество лошадей не совпадает с количеством лошадей, если ты покупаешь его импортные, то есть именно, который местный здесь, для Европы производился. У него всегда лошадей больше, но они заглушены. О, мустанг старый, красота! После сервиса я, в принципе, проехал всего лишь 200 километров. Времени вообще нет. О, вот это прикол. Едешь по деревне, тут раз такой у тебя, маленькая лужа такая. Уточки ходят через дорогу. Стоит такой знак «Осторожно, утки!» Где-нибудь бы эти утки передавили, уже бы сделали с них обед, ужин и так далее. А здесь, едешь в Германии, стоит знак «Осторожно, утки!» Так же, как вот весной и осенью, вдоль дороги, сделают зеленую сеточку. Я раньше думал, зачем эта сетка? И вот, недавно узнал, потому что это сеточка. Когда лягушки через дорогу прыгают, сетка, она им как бы заграждает, они не могут перепрыгнуть и, соответственно, спасает этим лягушек. Их много. Болотных местностей вообще. Так, вот решил тут такой сделать мотопробег по нашему регионе. Так что, все еще реально впереди. Вот здесь я хотел прокатиться, давно уже. Сейчас мы поворачиваем здесь направо. А тут вообще колхоз, 8 марта. Белень, пейзажи, красотища. Реально красиво, свежий воздух, были дожди, сейчас вот пару дней, классно. Последние 6-7 лет это реальная практика. 3-4 дня. Жарящий, 30 градусов, 35. Он называется, это унветр. Приходит тебе и гром, и град, и гроза, и началось. И потом такой, за 2 дня столько воды, дождь выливается, да, как бы месячная осадка, ну, приводит то, что затапливает подлавы, затапливает там, какие-нибудь городички, которые в яме много, их там, мы тут на холмах живем, у нас хорошо. Форд Куга, ты куда едешь? На, ты туда едешь, а я здесь поверну. Я здесь давно не был, интересно. Нет, красота, реальная. О, зайчик бежит, стрель, заяц, я надеюсь, вы его увидите, он в камере, он бежит, а я за ним еду, спокойненько. Ва-ва, в кусты сиганул. Вот так вот, такой едешь, такой зоопарк, я вот на днях возвращался домой, задавили енота, жалко, что поделаешь, бывает, грузовик едет, если он под колеса выскочит, будет больше шансов остановить, куда, куда. Руль дергать, это только хуже может произойти, из-за этого приходится переезжать, как бы это не прискорбно звучало. Нам даже в автошколе учили, нафиг не дергайте вы руль, дернишь руль, ты заедешь в дерево, и можешь даже сам не выжить. А косули, они в принципе, живучие, частенько, конечно, с летальным исходом у них с машиной встречи, но частенько такое бывает, что они встретятся, ударятся и сваливают, опять же в пусты. Вот это вот, фонсайд направо, колхозы, я здесь уже давно не был, сейчас вот просто вот так, лес не лез, а я еще сегодня надел свою каску с темным визером, такое солнышко, солнышко с тучками, а когда визер закрываешь, такой кажется, о, как пасмурно на улице, да. Да, ну вот такие вот колхозные дороги, все заасфальтировано, даже боковые, рядом дороги, вот коровки пасутся, пожалуйста, буренки, вот такая вот, наш региончик такой, нормально, и ты чувствуешь, что ты в деревне, но ты смотришь на дорогу, у тебя гладчайший асфальт, и не понимаешь, как так, да, для меня это первые года была дичь, когда мы жили в Германии, первые года, сейчас я еду, это здесь нормально, если даже трактор ее сильно засрет, они должны приехать, почистить за собой свадь, чтобы другие не подскользнулись, не разбились, в том году мы были возле памятника бременских музыкантов, все знают этот мультик, бременские музыканты, я такой, вот у меня была такая мысля, я думаю, блин, мы же живем в Германии, бременские музыканты, город Бремен, это же у нас на севере, оба, вот что тут все снесли, смотри, тут здание было, все снесли, да ладно, у меня не было здесь, а пару месяцев, все, завалили, здесь дом сгорел, вообще стоит, ой, 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 проехался, 10 километров, у меня еще и средний пробег еще добавился, даже километраж, потому что я еду экономно, я не поливаю, он еще получается, я проехал 10 километров, и мне 20 добавил, вот это круто, вот это Кавасаки, даже прям приятно ездить, вообще, без спортсменов здесь, вокруг да около, люди ходят в парке гуляют, что им еще делать, бензин стоит, 1 литр супера, бензина 1,63,9, это же какая-то жесть, 1,63 это многовато, это, вот тут бмв, вот это я, кстати, хотел тоже как-то показать, автохаус бмв, автохаус это, по-русски, автосалон, стоят вот машины, вот здесь машины, они вроде новые, но они уже поддержанные, ну как, ему год, два, до пяти лет максимум, вот самая классная стоит, вот, бмв, айвось, у нас их в регионе, здесь может, штук 6-7 есть, блин, нифига у него колеса, вот это точило, 215-45 на 20, вот это тормоза, сейчас мы посмотрим ему поближе, вот здесь стоит даже видео, берваху, да, то что, ну берваху эти, я вам что-то, со мной следят, видеокамеры стоят, ну следите, ну и как бы бмв мне нравятся, более-менее старые модели, ну новые, определенные тоже нравятся, но это реально должно быть что-то особенное, вот такие вот среднестатистические бмв, ну вот это вот интересная штучка, Родстер, да, вот это машинка, и она вроде бы же даже гибридная, как я помню, у нее же там-то что-то было, да, и драйв у него есть, вот такая машинка расписанная у Джея, да, тут она вот стоит, так сбок дороги проезжает, красиво выглядит, конечно, вот реально, она у меня чем-то есть, у нее такое от Макларена что-то, тормоза у нее вообще бомбические, что у нее там, 200, 245-40 на 20 сзади, офигеть, вот это галоши, тормозные диски, они даже клепаны из двух этих, ну внутри в принципе выглядит, как BMW, так больше повернуто, и соответственно, где смотрит водитель, там больше дигитального, а так, снаружи, вот она мне сзади, набинает Макларен, спереди, что-то такое, низкие, но тоже Макларен, LPS, какой-нибудь модели старые, он такая перемешанная, фары у них такие, более-менее прикольные, у них эта линия внутри синенькая, здесь будет камера видно, вот, 61 806 евро, BMW C4, M40i, машина была на учет, поставлена 11 января 2021 года, пробег 2 800, 340 лошадей, еще и кабриолет, представляете, у этой машинки, 340 лошадей, она стоит, вот так сбок дороги, 5 месяцев, как она на учете, 6, ну полгода ей машине, да, она стоит здесь, у нее 2 800 пробег, стоит почти 62 тысячи евро, она стоит на улице, вот этот прикол, она стоит на улице, и она здесь стоит всегда, каждый день, ну, кто-то ее купит, конечно, я думаю, через пару дней, вот M2, такая же фигня, M2 Competition, вот это не машина, это, это монстр, потому что у нее тут радиатора, 2 стоит, там турбины, короче, она стоит 69 473 евро, это еще больше, у нее лошадей, скаид, сколько, 32 киловатта, у нее 450 лошадей, представляете, вот стоит вам, новая машина, за 70 тысяч евро, ее обосрали птички, она реально новая, на ней еще никто, она еще даже на учете не стояла, у нее задние уже тормозные диски заржавели, ну, вот это все помоют, ну, вот вам такой живой пример, говорю про страховки, это вот в Германии, вот она застрахована, машины стоят, реально, им и пофигу, как бы, застрахована, если сейчас кто-нибудь придет, здесь, что-нибудь на ней разобьет, покорявует, или еще что-нибудь, страховка оплотит, выглядит она бомбически, да, у нее здесь два, здесь два, как М3, только это М2, тачка хорошая, ну, такая, как кто хочет поугарать, вот BMW, на ней, если вот выключить, вот эти все помощники, и на заднем приводе чисто, да, и это будет что-то с чем-то, она резину уничтожает, в хлам, резину, хотя, вот Михелин, спорт, офигеть, тут галоши, просто ради интереса, вот, чтобы вы знали, что на М2 стоит в Германии, у нее стоит 265, 35 на 19, у нее получается сзади баллоны, на 20 миллиметров шире, чем спереди, она на дороге лежит, прям вообще, она к асфальту клеится, вот все вот, вот тачка, на которой угорать можно, стоит 70 кусков евро, у меня просто такая идея была записать, вот именно с автосалона, я на днях проезжал, короче, на работу ехал, в соседнем городе, да, я еду, и стоит такой автосалон, ауди, все, что я сейчас говорю, это не в целях рекламы, просто, чтобы, ну, люди из России, стоит ауди рвось, противная тачила, у которой там, более 500 лошадей, 500, и, и она стоит, и, пофигу, она стоит на улице, так же, как вот этот м2, а у нее стоит на улице, вот вам еще живой пример, бмв, x7, x5, новые, вот стоят, с лазерными фарами, с лазерным светом, половину уже из них проданы, другие еще не проданы, но они на учете не стоят, вот новые, каждый из этих машин стоит, так, в районе 80-90, а то и 100 тысяч, смотря на какая у них комплектация, да, ну, вот вам все, живой пример, хватит, хватит про деньги, все, но все равно, как бы, есть интерес еще, иногда вот так, вот периодически смотрю, и вживую, и в интернете, и за новостями смотрю, и вот сейчас, в последнее время, стал больше, конечно, смотреть новостей на мото, именно, что выходит мото, и сейчас, вот у нас каждый день, какой-то новый электро, начало выходить, вот это вот электробайки, если честно, у меня только вызывает страх пока, потому что ты их не слышишь вообще, это очень, очень, очень страшно, очень, Кавасаки слышишь ты, BMW едет, слушаешь, Harley Davidson едет, ты его за 3 километра слышишь, а вот эти вот электробайки, у нас в городе есть, маленький такой мотосалон, где все такое продается с аккумулятором, там, то есть, скутер, мопед какой-нибудь маленький, там, скутер помощнее, потом маленький мотоцикл, потом реально уже туристический байк у них стоит, ну, у них, конечно, дальность, дальность расхода электро, в районе 200 километров, есть мопеды, которые проезжают только 140, есть проезжают 180, куда ты на них поедешь, мы об этом разговаривали, недавно с коллегой, и мы выезжаем, мы проезжаем от 300 до 400 километров, за последние вот полгода, вот сейчас вот мы натренировались, ну, друг к другу уже, как бы, привыкли, уже, как бы, ну, я люблю вот такие длинные пробеги, когда я домой приезжаю после 300 километров, прямо аж как на душе легче стало, а на этом электробайке, куда ты далеко уедешь? сейчас я еще проедусь, эта серия будет еще и подольше, я сейчас проедусь, и здесь рядом есть автосалон, думаю, тоже вот будет вам интересно, вот мне интересно, вот раньше было вот эти вот цены, что-то, как машины на улице, не закрыты ничем, ну, там, видеокамеры снимают, все, стоят вон, вон мобили, да, вот эти машины, дома на колесах, и каждый из них стоит, там, по 60, по 70 штук, куда ты едешь? И стоят, и все, и все отлично, а они же кому не нужны? Ну, такое было, как-то, пару лет назад, один, на одном автосалоне, в соседнем городе, там стояли вот эти вот, BMW, Audi, такие крутые, на них колеса, вот эти диски, все дорогое, и вот они за ночь, короче, приехали, на чурки машины поставили, просто ставили, диски подкручивали с резиной, оно же все новое, да, именно с новых машин, вот че? Вот, Mitsubishi Trax, да ладно, а че тут Mitsubishi, тут же все время, Mercedes был, о, не понял, а, и VEKO Mitsubishi, а, они добавили еще, вот вам, я приехать, хотел показать вам, короче, заезжаем, всталон Mercedes, там внутри стоит Mercedes, очень древний, очень древний, и, наверное, лет 50-60, на улице стоят, вот разные машинки, новенькие, старенькие, там нам можно заехать, там внутри дальше стоят новые машины, у них там велосипеды, все, но на Mercedes вот эта вся мелочевка стоит, таких бабок, как бы все Mercedes, и вот здесь вот дальше, вот грузовики ремонтируют, там легковые машины, а здесь грузовики, самые настоящие, вот Mercedes, вот военные здесь есть армейские, стоят вон, вот это грузовички, они покрашены даже, вот цвет хаки, вот стоят грузовики армии, оборудованы под всеми эти, вот полевые условия более-менее, резина новая, он еще толком не ездил нигде, ебашу за хлеб и кашу, казахстанский флаг, Mercedes, все дела, вот еще один едет на Mercedes, ну движение здесь такое, потому что здесь все вот эти конторы, фирмы, и на неделю здесь, она уже все работает, продукция идет, так, ну что, надо сейчас мне чуть-чуть отдохнуть, водички гламнуть, надо водички чуть-чуть, как всегда со мной, сумка, я не знаю, видно нет, уху, вот так вот наклонить, вот так вот, она всегда со мной, пейте люди воду, лучше без газа, ну вот, после сервиса, помыл, ну проехал, ну пару сотен километров, ну мужка, что поделаешь, ничего не поделаешь, надо будет еще больше позакладывать, чуть-чуть, если вывезет, ну вот сейчас уже не до этого, ну и вот, я не сколько спортсмен, сколько турист, здесь я вот, ну что-то миллиметров 9 осталось, здесь чуть-чуть тоже есть, мы сейчас, короче, вы в эфире, вконтакте, и на ютубе, вконтакте, конечно, я уже сейчас ляев, но ютубе когда-нибудь это будет, потом попозже, вот сегодня воскресенье, грузовики, сегодня, по идее, ездят не должны, но этот грузовик, он с продуктами, или чем там у него холодильник, ему можно, тарин, 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 так-то интереснее, благодаря нашему интернету, вот попробую, понравится кому, вообще, без проблем, будем выходить, к сожалению, иногда, вот красивые, живописные места, не получается, потому, что у нас интернет, на букву Г, но не очень, все, запись дышит, не, погодка, конечно, погодка, шикардос, как там говорят, была идея, на днях, опять, пройти тренировку, обучению, безопасной езды, я могу получить, еще, термин, на этот год, или нет, зарегистрироваться, надо, скорее всего, придется, онлайн, смогу, или это, или нет, если получится, будет так круто, потому, что, ты там много, чем учишься, безопасности, именно, на вождении мото, это просто, твой, жизненный опыт, да, окей, они берут 100 евро, но, учитель, который нам тогда, два года назад, когда я там был на тренировке, он учит, преподает, стоящим гонщикам на мото, и он тебе фигню, как бы, не рассказывает, во-первых, этот учитель, при жаре 30 градусов, стоял с нами, то есть, в кожаном костюме полностью, с него, он там, в нем сварился, прилип, и т.д. и т.п., он даже не раздевался, потому, зачем уже, да, он сам, ну, рассказывал такие бешеные истории, грацовать любит, по крайней мере, от таких людей, намного приятнее, слышать, что-то такое, важное, дельное, потому, что, он 30 лет, даже на мотоцикле, он знает, что он говорит, он на мотоцикле ездил, так классно, некоторые, блин, пешком, даже нормально, так ходить не могут, не то, что про мотоцикл, или про велосипед говорить, ну, колеса, что, тренировка, я, как сейчас помню, когда я сделал тренировку эту, и когда ты приходишь, и тебе говорят, что ты не можешь, это через 2 минуты, видят все, рядом, допустим, он научил правильно сидеть, более-менее за рулем, чтобы ты так, не так быстро уставал, после этого, я поехал на дальняк, и это мне помогло, а именно, он им как бы давал на пульсе, как им правильно тормозить, чтобы не разложиться, даже без АВС, что я помню, этот один прекрасный момент, года 2 с половиной назад, когда 3, когда у меня еще был старый Зизи, конечно, там у него не было АВС, ему было 25 лет, тоже разогнался, и чуть не проспал в город, я так тормозил, колесо заднее заблокировало, я просто чудом не разложился, да, я здесь давно не был, и, ну что, надо проехаться опять мне здесь, молодец, поздоровался, я думаю, уже не будет, второй, третий, поздоровались, светофор, что начал быстро переключаться, сзади меня уже чувак проехал на красный, нафигеть, ну бывает, уже температура, наверное, 20 градусов, после трех поднялась, вот живо, сипедристы откуда взялись, ну что, будешь обгонять, тут по идее сложная линия, но он рискнул, я вот так аккуратненько, как я-то еще за линию не переехал, правильно, безопасная дистанция, пишу, там полтора метра, но это не получается так, ну вот здесь и понаклеили все, потрескался асфальт, вот этими червячками заклеили, они, блин, очень скользкие, они закладывать, это еще то занятие, так, там никого нету? КОНЕЦ Это разный прицеп, ядрит, твое налево, мы били его травой, нет, нам придется стоять, ждать, он весь, подранный, кто-то едет, оно все, дур-дур-дур-дур-дур-дур, короче, все время ездили две полосы, приехали из Таттики, сказали, все, ребята, хоре, поставили светофор здесь, и светофор там, теперь только по этому светофору, мы останавливаемся, пропускаем друг друга, здесь не имеют права ездить, сразу, одновременно, в две полосы, то, по ходу дела, мост этот может рухнуть, поехали. Телепортируемся, раз, два, три, четыре, пять, драйвер вышел погулять, едем в сторону дома, исторический пробег, больше никогда такого не будет, 12 тысяч триста сорок пять километров, то есть пробег был, один, два, три, четыре, пять км, мотоциклу два года и три месяца, и это только все потому, что у меня как бы времени не так много в последнее время, сейчас я вам покажу еще автосалон, как бы вот заезжаем, забора нема, он раньше, кстати, назывался по-другому, сейчас он называется, и керри какой-то там, 540-ая, да, е-мое, ничего себе, это прикол, вот стоит BMW, там, допустим, два года ей, Skoda, Skoda, как в России говорят, Audi S3, T-Cross, E-шка, не все стоят на улице, вот, AMG-шка стоит, даже AMG, GTI, Mazda 6, реально, ребят, смотрите, Porsche стоит, кабриолет, ему уже, наверное, лет 10 в обед, может, 8, он выглядит еще офигенно, ах, не успел, не успел, он долго не горит, здесь стрелочка зеленая, я думаю, в принципе, еще соскочить пару метров на автобан, на магистраль, оно вот здесь прямо рядом, в принципе, я сегодня уже проехал, на километров 150, больше даже уже, а мне вот сейчас на улице 26, у меня, я сейчас постоял 5 минут, я мокрый стал, я еще и в тени стоял, все равно, и, короче, сейчас я бы не хотел стоять где-то, фрукки, здесь я могу ехать, хоть 300, а здесь ограничения нет, пофигу, пофигу, тут можно ехать, вот когда ты назад едешь, там стоит ограничение 120, потому что там поворот такой тупой, и там каждый день происходит аварик, каждый день, и сильные, вот здесь вот эта стройка, вот они как начали делать, вот это новое, да, этого не было, а все остальное, вот это вот стоит, пронизоришь, вот эта вот непонятная фигня, вот эта вот уже давно, чувак, ты смотри, когда налево, нет, даже не посмотрел, там что-то едет, красная, это что-то вроде бы, GSX, Suzuki Bandit, что ли, да, Bandit, Suzuki Bandit, McDonald's, чувак, ну вот ты девушка даешь, выехали на воскресенье, здесь все покрасили линейкой, и кто-то заехал на эту линию с краской, и прочертили, Picasso, да, 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 потому что я проезжал утром, здесь ничего такого не было, вот это, ручку выкручишь газа, такая красотища, прям вот этот звук мотора, но он сейчас так отваливает, я сейчас боюсь представить, если я сейчас включу на всю катушку, что будет с ним потом, да, у меня столько опыта, к сожалению, нету, и это реально, ну вот кто гонщики там, да, они могут, они знают, я бы хотел, конечно, куда-нибудь на трек здесь, хоть чуть-чуть, на такой маленький курс какой-нибудь, просто, именно просто закладывать, необязательно, чтобы там 200 наваливать, 200 наваливать, я могу и на магистрали, да, и все, прям красота, ну вот, в принципе, маленький такой мотопробег, у них уже залепился визор, надо будет сейчас видео записать, как он выглядит, камеру повернуть, это просто нормально, но я вот даже вот, мутом, выхл с чистым, потому что я его специально в дороге не чистил, чтобы посмотреть результат всего мотопробега. Зизер едет, да ладно, ну как у меня такой же был когда-то, 600-ка катится, ну да, вот он, ZZR 600-ка, в джинсах и в кедах, такой же самый ZZR был, ну вот, нужно закруглить, так что, до следующего раза, подписывайтесь, ставьте как положено, что-нибудь там напишите, ,